Продолжение следует... ...сотрудников станции скорой и неотложенной медицинской помощи имени Александра Сергеевича Пучкова города Москвы. Оно прежде всего всегда базируется на всех техополагающих и регламентирующих документах, которые прежде всего являются... Это 323-й федеральный закон, это приказы Министерства здравоохранения, это утвержденные стандарты и порядки, на которые мы практически ссылаемся, связанные с травматическими повреждениями, вообще с общим травмой. И поэтому, говоря по этой теме, мне хотелось бы перейти на следующую информацию. По данным, которые имеют статистические данные в базах станции скорой помощи, мне хотелось бы привести пример, как у нас это осуществляется в мегаполисе. Согласно вот этим статистическим данным, в первом полугодии 2016 года, по данным, в общем-то, свежие, на дорогах города Москвы были зарегистрированы 10 554 дорожно-транспортных происшествия. Это практически на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Но также снизились и количество пострадавших в ДТП детей и подростков в возрасте до 18 лет за вот этот сравнимый период. Это представлено на нижней диаграмме. Мне хотелось бы сказать... Прошу прощения. Выскочила. Мне хотелось бы сказать, что в большинстве случаев результаты распределения вызовов к детям при дорожно-транспортных происшествиях по сравненным периодам имели тоже свои особенности. Вот посмотрите, в большинстве это практически 71%. Результатом оказания скорой медицинской помощи была медицинская эвакуация пострадавших детей в лечебные учреждения города Москвы. В 28% случаев регистрировались отказов от медицинской эвакуации. Но это в основном были отказы родителей и опекунов, которые были с легкими травмами. Конечно, были потери, и эти потери заключаются в четырех потерянных детях за 2015 год, первое полугодие. И как бы они были распределены смерти до приезда скорой медицинской помощи, до приезда бригады. И смерть при оказании медицинской помощи два человека. В 2016 году у нас имеется только именно случай один смерти до приезда скорой медицинской помощи. Значит, в продолжение. Я хочу сказать, что в общем-то данные, которые связаны с некоторыми статистическими показателями по количеству дорожно-транспортных происшествий по административным кругам, мы видим, в общем-то, южный административный округ и западный административный округ, где максимальное количество проживает население, практически около 1 миллиона 700 тысяч в южном административном округе и в западном. Это спальные районы, поэтому эти данные представлены таким вот образом. Конечно, мы сравнивали не один год, и практически сохраняется такая же тенденция по распределению выездов бригад скорой помощи по дням недели, и случаев на ДТП в городе Москве. Вот по представленным данным, практически мы видим конец недели, когда действительно идет максимальное количество машин, максимальное снижение внимания, может быть, и, естественно, это практически знаменуется по многим годам, без всякой какой-либо динамики. Если говорить о сезонности, то, в общем-то, данные практически по предыдущим сравниваемым периодам всегда у нас знаменовались. Это конец апреля, это большая плата, когда, в общем-то, практически дети разъезжаются в летний период в отпуска, на каникулы, в лагеря и так далее, где, в общем-то, есть снижение, и опять же происходит определенный рост где-то в начале ноября месяца, когда появляется первый лед и так далее, идут травмы. Хотелось бы сказать, что оказание скорой медицинской помощи детям на этом этапе начинается с именно работы оперативного отдела станции. И здесь мне хотелось бы сказать, что, в общем-то, это обеспечивает как раз служба, круглосуточный централизованный прием вызовов в городе Москве, незамедлительную передачу их выездным бригадам скорой медицинской помощи. Это оперативное управление и контроль за работой выездных бригад. И хочу сказать, что среднее время ответ оператора в первом полугодии 2016 года составило 11 секунд. По тем данным, которые я хочу представить на этом слайде, мы видим среднее время передачи вызовов бригадам от момента принятия на 103 в 2015 году и 2016 году, мы видим, в общем-то, время передачи вызова практически снизилось на 0,2 минуты. И если смотреть, то время передачи вызова на подстанцию, в общем-то, оно сохраняется на одном и том же параметре. Мне хотелось бы показать вам, как происходит выбор бригады, ближайший к месту вызова. Дело в том, что выбор направления передачи вызова на свободную бригаду скорой медицинской помощи, он имеет свои тоже особенности, потому что он всегда идет с учета минимального расчетного времени доезда до места дорожного транспортного происшествия. И определяется это диспетчером оперативного отдела с использованием системы так называемой НДСУ, это автоматизированная навигационно-диспетчерская система управления. Так у нас в станции определен порядок, четкий порядок оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП происшествиях до госпитального этапа. Уже на этом этапе практически приема вызова, ну, в программе компьютера формируется конечный повод и направляется бригада по первой категории срочности, это угроза жизни на ДТП происшествия. Назначение вызова на свободную бригаду при ДТП происходит с учетом максимальной близости. Здесь практически на этом слайде мы видим, в общем-то, отмеченные разными силовой гаммой параметры свободных бригад и место, где, в общем-то, произошло дорожное транспортное происшествие. Конечно, надо сказать, что, в общем-то, отправляется бригада, которая по приоритету у нас, в общем-то, всегда идет больше, чаще всего это врачебная бригада. Но поскольку врачебные общепрофильные бригады и фельдшерские бригады, их в большем количестве находятся, они находятся больше в районе и радиус доступности, то, естественно, конечно, попадает именно в большая эта категория. Но направляется и специализированная педиатрическая бригада или бригада на статусе гернимации дублер. Так вот, по представленному слайду мы видим, в общем-то, практически 75% оказания медицинской помощи пациентам оказывается врачебными бригадами, которые распределяются практически в половинном, даже больше, чем в половинном проценте это общепрофильные врачебные бригады, оказывается помощь специализированными педиатрическими бригадами, специализированной бригадой на статусе гернимации и так далее. И попадают, естественно, бригады фельдшерские, которые в выяснение всегда получают врачебную поддержку. Вот чем оснащен автомобиль скорой медицинской помощи на сегодняшний момент, связанная с получением травмы. Среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи на дорожно-транспортное происшествие имеет тоже свои особенности. Если мы будем говорить о этих параметрах, то, в общем-то, надо сказать, что это есть четкая динамическая тенденция к снижению. Мы учитываем ту сложность, той магистральной трудной доступности и трафики, который всегда претерпевает бригада при доезде до того или иного места дорожно-транспортного происшествия. Но, тем не менее, практически все мероприятия, которые проводят сейчас и администрация, и коллектив станции, мы практически справляемся с этими вещами. Если вы видите, в общем-то, по представленным данным, мы видим, что все вызовы, которые здесь распределены вот этой вот салатовой гаммой, экстренные, взрослые вызовы, и вот дети, которые являются в приоритете, мы видим, что сейчас практически мы доезжаем на место ДТП 7,8 минут. Это, в общем, достаточно такой динамический, снижающий параметр времени. Извините, я одна минутка осталась. Завершаю. Значит, схема сортировки связана у нас как раз с этой представленной структурой. Я хотел бы сказать, что, в общем-то, у нас существует еще система, в которой работает практически служба скорой помощи. Каждая бригада, она оснащена комплектом приборов навигации. Принимая решение о медицинской эвакуации, она запрашивает место через отдел медицинской эвакуации или в самостоятельном режиме, или через отдел медицинской эвакуации. Естественно, принимая решение через сервер станции, принимается решение еще связанное с той системой, которая связана АЭС-стационар. То есть практически каждый стационар сейчас имеет блоки, и эти блоки, они четко смонтированы и имеют практически полную взаимосвязь со станцией скорой помощи. Мы видим то свободное место, тот профиль, который связан с травмой. И отправляются дети по запросу получения сигнала от оператора, диспетчера, получая на монитор дисплея приемного отделения. Стационар в режиме онлайн поступает эта информация, и ребенок направляется. Это практически мы видим по представленной вот этой карте, которая здесь сейчас есть. Здесь есть бригады, бригада на столбике реанимации, есть неотложная детская хирургия и травматология, куда отправляется спектр у этот пациент. Вот такая карта, которая есть на дисплее у оператора приемного отделения. Мне хотелось бы сказать, что есть и динамика поступления по профилям травматологии и нейрохирургии. Мы видим, в общем-то, все эти аспекты, которые тоже у нас пронозировали за последнее время. Динамика загруженности сценаров, средне-загруженный процент какой есть. Какие сценары практически в Москве являются ведущими для приема детей? Конечно, это высокоорганизованная, высококвалифицированная и высокотехнологическая медицинская помощь, которая оказывается детям. Это не и нет, ложная детская хирургия и травматология. Практически около 30%. Морозовская детская городская больница. Седьмая больница или больница имени Башляевой. Спиранского и так далее. И последнее мне хотелось бы сказать, что, в общем-то, при оказании до госпитальной медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных местах, на местах аварии, мы используем и те три вертолета, которые сейчас работают, которые выполняют практически нашу содружественную работу. Приказание помощи детям в тяжелом или категорическом состоянии. Из тяжелых или труднодоступных, транспортно доступных участков. И вот эти вертолетные площадки, которые я вам представляю, которые есть во всех представленных здесь цветовой гаммой медицинских организаций, неотложной детской хирургии. Это седьмая больница имени Башляевой. Это больница имени Спиранского. И вот последние буквально слайды, которые связаны с тем, что всего было эвакуировано медицинскими бригадами, авиамедицинскими бригадами за сравнимый период 2016 года. 146 случаев. Из них 24%, 4% составили дети в тяжелом состоянии, которые были, в общем-то, в свое время доставлены для оказания медицинской помощи. И этот участок, который здесь показан на этой диаграмме, связан с Троицким и Новомосковским административным округом. То есть это достаточно отдаленный участок в городе Москве. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валерий Александрович. Спасибо большое, представитель. Действительно, приоритет детей, он неоспорим. И в дальнейшем мы будем еще в большей степени использовать авиационные медицинские бригады для того, чтобы детям можно быстрее доставлялись специализированные центры для оказания медицинской помощи. Продолжение следует...